Всем привет, это Женялкер, и сегодня мы будем продолжать играть в Европу 3 Великие Династии, за нашу грозную Польскую Республику. И что же, давайте же продолжим за нее играть, за нашу Польскую Республику, от одного названия, которое врагов наших бросает просто в дрожь, особенно Московию, которую здесь мы уже полностью разобрали и перевели в католичество, то есть довольно таки поизвращались мы над Москвой, и это конечно же прикольно, прикольно извращаться над Москвой, и в общем-то что же тут у нас в мире происходит? О, вот Даня распахнула здесь свои владения, и кстати до сих пор у них король Цезарь, то есть он уже давно правит, и кстати наследнику уже 26 лет, то есть как видите, в действительности Даня здесь скоро создала Скандинавию, и вот такого вот сильного соседа мне как-то не очень охота иметь. Ну и ладно, а что же тут у нас происходит в Америке? В Америке в общем-то идет дележка колоний, что-то здесь Португалия, единолично правит Латинской Америкой, здесь что-то у нас Франция, ага, ага. Ну кстати Франция очень сейчас интенсивно распространяет свои колонии, то есть очень интенсивно она лезет в Новый Свет, и это конечно же тоже прикольно, что Франция не стоит на месте, не стоит в Европе, в общем-то развивается. Ну и что ж, у нас здесь ничего интересного-то толком-то и нету, кстати Япония захватила Корею, Китай здесь тоже расширился, ну в общем-то ладно. Самое прикольное это у нас Персию, ребята, просто посмотрите какое огромное здоровенное государство, это же просто надо такое государство создать, от Средиземного моря и до озера Байкал, ну почти до озера Байкал. Ну все-таки, ребята, с Персией мы еще будем воевать, я просто в этом уверен, что когда-нибудь да грянет бой между Польской Республикой и Персидской теократией, ну в общем-то ребята, результаты этого боя вы конечно же еще узнаете, ибо я не совсем уверен, что мы ее победим. То есть ладно тут Австрию раскидать, ладно тут Турцию раскидать, ладно Богимию, это мы уже давно сто пятьсот раз проходили и конечно же знаем их силу, знаем как их бороть, в общем-то с ними мы уже много раз соперничали. А вот что касается Персии, так это вообще, ребята, я помню, что у нас была война, вследствие которой мы захватили Эмеретью еще, помните, ну когда здесь Персидская Эмеретья была, да, я помню те светлые времена, когда наша Польская Республика только-только развивалась. И в общем-то мы действительно еще много кого боялись, но сейчас, как видите, мы уже мощное государство, и никого мы не боимся, то есть вот такие вот гордые поляки у нас в государстве, ибо мы сами всех накажем, чего это мы должны бояться, пускай нас боятся тут все, особенно Богимия, которая уже потеряла большую часть своих владений, и в общем-то действительно, я не собираюсь останавливаться, ребята, только вот на этих владениях, я хочу еще захватить и тут владения, но очень уж я боюсь вот этой вот державы, как Великобритания, И почему-то она, знаете, захватила здесь русские земли, еще вторглась в Финляндию, и это как-то мне не совсем нравится, но вот что касается Московии, то в общем-то желтый цвет мне здесь просто очень даже нравится, потому что, ребята, вы просто посмотрите на это, это просто какой-то эпик. Московия сама переводит свои земли в католичество специально для нас, то есть это, конечно же, будет для нас очень легко вот это вот все захватить, то есть, точнее, легко будет удержать все эти земли, и, конечно же, это сыграет нам на руку. Так, чего это здесь Венгрия нас недолюбливает, давайте мы гарантируем независимость, ага, поставим все-таки настроение, и вам независимость, и всем независимость, так, Бранденбург, аккуратно, давай-ка я тебе выплачу деньги, денюжки, давай-ка и Мэтленбург я тебе тоже выплачу денюжки, и Брауншек я тебе тоже денюжек выплачу, и, в общем-то, и Грузия тоже денюжка, у меня дипломатов нету, поэтому грузины оставайтесь вы пока без денег. Так, как прибудет дипломат, тогда мы вам и выплатим. Что ж, у нас, кстати, 1100 монет, можем построить пока мануфактурку и поставить на четвертую скорость. Давайте построим текстильную мануфактуру, чтобы у нас качалось производство, ибо производство нам еще понадобится. Так, парциум, патриот, венгерская, стойте, еще мануфактуру надо построить. Так, это шерсть, это шерсть, и, в общем-то, где у нас тут текстильная мануфактура? Все, все, качественная шерсть скоро будет в нашем государстве, и, конечно же, это будет развивать наше государство. И чего-то здесь патриоты венгерская совсем не на шутку разбушевались, что-то они, видимо, из-за плохих отношений здесь бушуют. Ну, ладно, ребята, ладно, давайте еще сделаем подношение Грузии, я думаю, это не сильно ударит по нашему бюджету, а хотя немножечко все-таки и ударяет. Ну, ладно, ребят, тогда я просто могу понизить содержание. Ох, почему содержание-то полное было? Блин, ребят, что-то я совсем поехал тут уже держать на полном содержании, это наше войско. Зачем? Зачем я это делаю? Не знаю, ребят, давайте лучше еще понизим содержание, ибо деньги нам все-таки сейчас нужнее в мирное-то время. И, конечно же, сейчас будем развивать свое государство, а именно с постройкой мануфактуры. То есть будем строить мануфактуры, повышать производство, ну, либо, конечно, строить различные здания, такие как резиденции Верховного Судя, ибо я чувствую, что в нашем государстве будет еще не одно восстание, и резиденции Верховного Судя очень нам даже помогут в подавлении, ну, в предотвращении этих восстаний, точнее. И чего это тут у нас? Пять магистратов. Давайте мы их на фестивале пустим. Давай, еще магистрат, еще магистрат, все, пустили мы магистратов на фестивале, все, отлично. Кардинал Пинца, что-то там меняются кардиналы, но нам-то до них совершенно все равно, ибо чего мы должны следить-то за ними? Они нас и так отручают, а мы еще должны следить за папской курией, еще чего. И, кстати, здесь наши фанатики православия тоже уже рвут просто Москву на части, то есть это наш Ярославль постарался, молодец, Ярославль, вот тебе денежка за такое старание. И Моравия у нас патриоты чешская, в Кубани у нас патриоты крымская, и, в общем-то, всего 6 тысяч. Ну, 6 тысяч, это, конечно же, совсем уж небольшая толпа, 8 тысяч, кто больше, ребята, спрашивается. Но все равно наши польские войска отлично расстреливают различных националистов, в этом вы уже убеждались очень много раз, что с националистами у нас разговор очень даже дружный. И, конечно же, мы сейчас повторим, можем повторить расстрел с националистами, и чего-то здесь у нас очень быстро приходят дипломаты, очень быстро все приходит, поэтому давайте выплачивать дань, друзья, ну, не дань, конечно, по отношению, ибо польская республика не платит дань, нет, мы не из таких. И, конечно же, священная война Корея, так, это чего же священная война Корея, нам она не нужна, давайте выплачем дань Венгрии. Блин, да что я же говорю дань, какая дань, по отношениям мы выплачиваем, что-то я выплачиваю дань, блин, что-то не то совсем сейчас говорю, и Кандар, Кандар, ага, и тебе тоже, ух ты, отличный сбор винограда, оставьте и для меня немного, конечно, я же ваш наместник, для меня тоже винограда оставьте. Как же правителю-то не дать винограда, всем винограда, и мне винограда. Так, король Дмитрий Юрикович, когда мы там с тобой можем повоевать? А мы можем повоевать с тобой в 47-м году, в общем-то, отлично, ждем, ребята, 47-го года, 46-го, да, 46-го года, кстати, можно подождать, то есть, все будет отлично. Я могу сейчас просто повысить инвестиции в стабильность, но хотя у нас и так они уже держатся на какой-то определенной планке, и поэтому даже не знаю, сдвигать их или нет. В производство давайте мы не будем качаться, не будем качаться, или хотя давайте, наоборот, в торговлю не будем качаться, то есть, я лучше вот так вот сделаю, вот так вот понижу инвестиции в торговлю, но повышу тем самым инвестиции в другие отрасли. И, в общем-то, нормально, теперь у нас здесь все по технологиям идет. 1 января 47-го года у нас уже повысится наша стабильность, и, кстати, можно построить храм в Самаре, то есть, тоже будет довольно отличной идеей. Итак, Бранденбург, 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 ну-ка тебе денюжки, так, венгры и тебе денюжки, и Молдавия, ты-то у нас что, а, с тобой отношения хорошие, венгры, ой, хорваты, я вам вообще платить не буду, ибо нафиг вы не сдались. Так, вы-то кто? Вы со мной как-то нормально дружите, поэтому, ну, не знаю, я как-то не хочу с вами иметь экономических отношений, то есть, давать вам отношения, и поэтому лучше дам я сейчас отношения к Андару. Ну, и, конечно же, можно еще дать отношения АККУНЛЮ, а то они что-то, как вы видите, вышли из нашего союза, из нашего союза польских республик, и, конечно же, неохота с ними снова заключить военный союз, и что-то они действительно здесь взбунтовались, вот этот Трапезунт и вот этот вот АККУНЛЮ, что-то они здесь совсем уже распустились, наши холопища, холопища это наши, чего это они тут без наместников-то сами все решают, что им делать. Нет, ребята, такого, конечно же, терпеть нельзя, нельзя такого терпеть, это косяк, косяк, и эти косяки мы сейчас будем исправлять. Так, повстанческие настроения, чего вы все лезете и лезете, зачем вы постуете, блин, ну, блин, ребята, ну, где ваша логика, я просто не знаю, мы же вас просто сейчас расстреляем всех. Что нижегородских, а нет, а то мы уже пошли, то есть уже какое-то разнообразие, ребята, ну ладно. Я, конечно, в этих сортах повстанцев не разбираюсь, все равно мы их расстреляем, то есть зачем разбираться в этих сортах повстанцев, если они, если их все равно ждет одна и та же участь. Ну и что ж, ребята, что-то нам здесь надо сделать, нам надо, скорее всего, просить проход войску на гайцев, ибо я здесь еще хочу последить за Персией. То есть, когда Персия ослаблен, можно, в принципе, на нее напасть и освободить вот эти вот казахские степи, и, в общем-то, действительно ослабить вот эту вот персидскую державу, просто державище всех, державище, ребята, от Съемного моря до озера Байкала. Да где ж это видно нам, да где ж это слышно, чтобы такая огромная держава была тут в Азии и не развалилась. То есть, тимуриды развалились, я считаю, что и Персии уже давно пора-то развалиться, ибо чего они тут до сих пор в целости и сохранности живут. Так, ребята, что мы там можем, кстати, построить? Мне не нравится, что игра ставится на паузу, в принципе, я бы строил здание и без паузы. Так, чего это там у нас? Поскольку минус 6 монет, отлично, сейчас построим здесь судьи, то есть пускай они судят, и, в общем-то, ребята, все, погнали. Наши судьи как раз-таки сейчас всех осудят, всех вот этих вот повстанцев, и в Сальноке мы их тоже расстреляем. И, в общем-то, давайте проведем свою одну из армий в Сальнок, чего это они тут тоже бастуют. И, кстати, минерская армия всего 5000, возможно, им все-таки стоит дать подношения, ребята, а то я что-то совсем уже зажмотился с этими подношениями. Ну, потому что, ребята, во-первых, еще надо всем-всем-всем вот эти вот подношения давать, постоянно их выдавать, постоянно поднимать экономику наших вассалов. Ну, я думаю, они, конечно же, не против, да, и я не против им давать. Но все-таки вот этот вот Ак Куин Лю, меня просто не знаю, поверг в шок, что разорвался на военный союз, все-таки довольно сильный вассал. Но все-таки, посмотрите, у него, у него, ребята, 6000 войск, но он трехпромиссистый и может создать еще намного больше. И поэтому, конечно же, такого союзника мне терять неохота. Так, смоленские националисты, а нет, муромские националисты, ну, в принципе, без разницы, ибо вы уже видите, кто они такие. Они просто трупы, что, в общем-то, и в Сальноке тоже произошло. Ну, просто не стало там повстанцев, и это, конечно же, сейчас улучшает положение нашей польской республики. Так, Махмуд Суренкай теперь какой-то. Ух ты, блин, богемя присоединила Корнула. Это что же такое-то, блин, богемя Великобритании? Да, просто отборный бред. Ну, ладно, богемя, скоро тебе предстоит война с Великобританией, и я думаю, в общем-то, ага, Британия не считает эту провинцию национальной. Поэтому, ребята, в общем-то, здесь может складываться довольно неплохой союз между Великобританией и богемей, ибо, я думаю, все-таки они смогут улучшить отношения между собой, и, в общем-то, что-нибудь из этого досоздать. А вот мне, кстати говоря, и не очень хочется, чтобы богемя с Великобританией улучшали свои отношения, ибо они действительно просто потом смогут меня снести. Но вдвоем-то они все могут, а вот по одиночке мы их, конечно же, вынесем. Так, и чего это тут Великобритания? Что ты тут у нас делаешь? Что ты тут у нас делаешь? Войны союз Англия. Стоп, Англия? Где Англия? А вот Англия, ребята, блин, вы посмотрите, Великобритания и Англия. Великобритания и Англия. Еще раз вдумайтесь вы это, ребята. Великобритания и Англия. Это, блин, тоже отборный бред. Ну, в общем-то, за это я и люблю третью Европу, за такой вот отборный бред. И, конечно, ребята, скоро уже близится время нападать на Московию. И, конечно же, это произойдет 1 ноября 46-го года. Но не 1 ноября, но где-то в этих числах. В общем-то, в Московье. Ты там как проживаешь? Я думаю, что ты уже перевела Владимир, да? Вы просто молодцы. Я вам даже денюшек выплачу. И там построить себе несколько полков, чтобы наши польские воины расстреляли эти полки. И, в общем-то, отлично провели время, отлично потренировались. Вот, видите-ка, не вмешательство. Ну, конечно же, выбираем налог. Ибо чего нам без денег оставаться? Деньги нам нужны. Так, в общем-то, давайте. Ух ты, уже несколько всего резиденций судей осталось. И, конечно же, это классно, что сейчас у нас толком не будет восстаний. Ну, как не будет восстаний? Будет поменьше риск. И, я думаю, все-таки некоторые восстания просто не будут появляться. И, как видите, здесь просто идет массовая застройка этих судей. Строим мы дома для судей. И, конечно же, это сейчас классно. Так, плотские польские партикуляристы. А вы-то чего бастуете? Блин, ребята, я вас уже, кстати, давно не видел. Ну, ладно. Старых знакомых надо встречать, конечно же, с огнем. С огоньком мы сейчас встретим этих старых знакомых. Этих старых польских партикуляристов. Ух, помню я, как они шатали-то нашу страну. Ну, и, в общем-то, давайте сейчас мы отшатаем их. То есть, в общем-то, что как они нам делают, так и мы им будем делать. Ну, и что ж, ребята. Что-то там построить пока ничего нельзя. Да и тем более, денежек-то у нас мало. А вот Аккуинлю по отношениям мы все-таки сможем. То есть, давайте дадим по отношению Аккуинлю. И потихонечку, как видите, отношения у нас улучшаются. Плотск, 3000 солдат. Расстреляно, отлично. Так, Бранденбург, с собой отношения на норме. Мэттенбург, ты-то нас не кинешь, надеюсь? Ты нас не кинешь, молодец. У тебя отношения плохие, но, в общем-то, борись, борись за нас. Я тебя уважаю, Мэттенбург. Так, повстанческие настроения. Ну, в общем-то, мы уже видели 100-500 этих повстанцев. И, в общем-то, можем увидеть еще несколько. Так, нижегородские националисты, еще они старые знакомые, ребята. С ними старыми знакомыми в Плотске мы уже поговорили. Даже дым они там пустили. И теперь еще поговорим о Смоленске. И, как видите, здесь нижегородские националисты здесь уже полностью обречены. Ибо наша польская армия подошла к ним впритык. И, в общем-то, конечно, все закончилось закономерно. И что ж, Московия? Ты там уже выжидаешь своего окончательного часа. Я, конечно, тебя понимаю. Я, в общем-то, могу тебе дать еще одно подношение. Но, думаю, ты сама догадаешься построить несколько тысяч войск. Потому что все равно, сколько бы тысяч войск у них не было, они все равно нас не остановят, ребята. То есть, вот так вот жестко я сказал, что хоть сколько у них войск, мы их все равно победим. И это, конечно же, правда. Так, Трапезунт, вот с тобой я не буду улучшать отношения. Настя, ты нам нужен такой отнопровинчатый. Еще что-то Крым. Вы помните, когда Трапезунт-то Крым взял? Это вообще было... Просто, я не знаю, какой-то фурор произвело это в моем польском государстве. Взял и кафу у меня отобрал. Блин, ребята, это, конечно же, просто предательство. И поэтому, давай-ка, Трапезунт, ты будешь там сам развиваться. Мы тебя трогать просто не будем. И, конечно же, лучше давайте еще пройдем один фестиваль. Фестивали, это, конечно же, выгодно. Ибо у нас повышаются культурные традиции. Мы можем нанять несколько советников и, в общем-то, продать этих советников бравство другим государствам. Ну, точнее, как бравство. Я имел в виду, что другие государства просто купят наших советников, и мы получим деньги. Да, что-то я немножко оговорился как-то. Ну, в общем-то, что у нас там проданием идет? Тьфу, в Самаре можем еще судью построить. Да, будет довольно неплохо. Так, что у нас тут? Резиденция Верховного Судьи, Резиденция Верховного Судьи. В общем-то, все у нас везде теперь есть. Резиденция Верховного Судьи. Кстати, миссионера-то нету в Астрахани. Это как так? Ну-ка, иди работай, ты, миссионер. Чего это тут у нас, кстати, тоже происходит? Турция воюет с Австрией. Все, нам надо, ребята, срочно, просто срочно, братья, нападать на Москву. Знаете почему? Да потому что Австрия, военный союз Московии. И мы сейчас просто их отжохаем, что Австрию, что Московию. Мы сейчас их просто будем расстреливать и расстреливать поодиночке. Просто их сейчас возьмем и, в общем-то, выиграем. Просто вынесем эти две державы. И, конечно же, это будет классно. Так, и 1 августа, все, все, ребята, 1 августа, вот оно, вот оно, дата моей мечты, вот оно, вот оно. Так, иди-ка ты в Рязань, все отлично, отлично. Так, Полоцк, Полоцк, Полоцк. Ты чего тут у нас, гарантированно тебе независимость. Так, Ярославль, ты у нас молодец, просто участвуешь в каждой войне, похвально, похвально. Денюшек я тебе пока не выплачу, ну, в общем-то, ладно, сам как-нибудь проживешь. Че ж ты, раз в войне можешь жить как-то по экономике, то, в общем-то, и в мире проживешь как-нибудь. Так, Акун Лю, чего мы тебе должны? Мы тебе денег должны. Хотя мы тебе вообще ничего не должны, ну, просто ты нас просишь давать тебе деньги. Либо с тобой отношения как-то ухудшаются. И, в общем-то, действительно, мне бы сейчас охота заключить военный союз с Акун Лю, ибо все-таки лишние шесть тысяч нам тоже не помешают. Ну, и, кстати говоря, вот как видите, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Чего это тут? Персидские артикуляристы. В общем-то, как-то нехорошо это сейчас получается. Так что давайте мы сейчас пойдем. В общем-то, у нас стабильность повысилась, ребята. То есть не все тут так уж и плохо. Давайте сейчас проведем несколько фестивалей. И, конечно же, начнем эту войну, эту нашумевшую на всю Европу войну. Ну, которая, конечно, не нашумевшая, но сейчас она нашумит. Все. Освобождение. Погнали. Да, начнется бой. 12 сентября. Отказать помощь Албании. С помощью Воснии. Угу, угу. Так, все отлично. Ну и, в общем-то, ведем войска в Московию. Угу, угу. Чего это тут у нас? С ногой из кордона. Ну, ногой из корды мы тоже сейчас разделаем. В Москве мы там их всех просто уничтожили. Это, конечно же, прикольно. Так, куда они тут все пошли? Что-то я немного не разумеваю. Куда это они все войска-то в своей деле? Мы, конечно, разбили несколько полков, но чего-то я здесь не вижу. Основные войска. Что-то основных войск здесь действительно нет. А вот какая-то армия бежит. Да, она бежит от нашего польского могущества. И, конечно, давайте мы ее сейчас догоним. Ух ты! Осад завершена Самара. Ну, это, конечно же, дерзко. Каракуэнлю. Что-то здесь опять у нас нападение на нашу державу. Ну, в общем-то, какое-то казанское ханство нам, конечно же, не помешает. И картину она нам не испортит. Так, все, ребята. Здесь мы отвоевали. Давайте поведем нашу армию Востока куда нужно. А то там совсем разбушевались уже всякие московские войны. И нам, конечно же, это не нужно. Это нам не на руку. Так, Саратов. Отлично. Отлично, ребят. Что здесь? Белый мир? Нет никакого белого мира. Вы о чем, ребята? Вообще не знаю, что такое мир. Минус три стабильности. Ну и пофиг. Кстати, давайте сейчас вот у нас придут денежки. И мы, конечно же, распределим инвестиции. Куда нужно. Так, у нас, кстати, уже 25 монет инвестируются. То есть, довольно-таки хорошо это сейчас будет выходить. Так. Нагайская Орда. Все. Мы к тебе тоже выезжаем. Московия тем временем просто полыхает под тяжестью польских пушек. И это, конечно же, тоже радостно. Радует это мой взор. И, конечно же, еще нам платят денежки за наших советников. Кстати, Турция. Вы просто посмотрите, что Турция-то творит. Она разбирает австрийскую республику или кто там, австрийскую монархию. Просто разбирает ее на клочки. Просто на какие-то... На какое-то мясо их пустило, этих австрияк. В общем-то, конечно же, мы сейчас просто их всех вынесем. И Казань мы вынесем. И Московию мы вынесем. В общем-то, весь Восток будет наш. И что-то здесь действительно нагается, разбушевается. Ну, хотя, чего это они тут разбушевают, если это мы должны тут бушевать? Так, бирж они не перевели, как я вижу. И поэтому давайте просто возьмем у них денежка. Они не хотят. Ну, ладно. В принципе, наградяты мне тут вообще не к месту. Они мне тут совершенно не нужны, ребята. Поэтому пускай идут они лесом. И, кстати говоря, чего там акцию нулю по союзу? Они не хотят с нами союз. Вот блин. Вот блин, ребята. Так, давайте заплатим тогда всем Кавказским республикам. И, в общем-то, скоро мы будем платить европейским нашим государствам. И чего тут у нас происходит по Москве? А тут у нас просто топчутся наши войска, где только можно. И, в общем-то, действительно, наша польская армия просто поторгает в ужас эту Москву. И, конечно же, в Москве сейчас как-то нехорошо. Ой, как им нехорошо это, ребята. Это этим московским чиновникам. И, видимо, король скоро будет не король. Вологда находится в осаде. Ну и пускай, что она находится в осаде. Сейчас наши польские ребята придут и порядок наведут. 12 июня мы там уже приходим в Кострому. Как раз-таки возьмем мы и Кострому. Выборы. Ну, выборы, это, конечно, дело хорошее. Так, Казань, вот ты мне тут вообще не нужна. Чего это ты тут своих ребят зовешь сразу на стрелку с нами? Вы тут нам вообще не нужны. И Казанское ханство в области 14 монет. А вы, кстати, католики? Ух ты, а вы католики. Ну, тогда это меня и дело, ребята. Это меня и дело. Ну-ка я вас присоединю тогда уж. Лучше я сделаю так. Все, ребята, от одной войны мы откосили. Казанские националисты в Касимове. Ага, ну все. Там нет никаких националистов теперь. И, конечно же, идем теперь мы в Витлугу. Витлуга, Витлуга. Сейчас мы и тебя тоже захватим. Армия Востока тут у нас идет по бедоносным маршам справляться с московскими армиями. С московским гарнизоном, точнее. И Московия уже передает нам провинции. Так, чего-то тут восстание тоже разбушевались. Что-то восстание, кстати, слишком много стало в последнее время. Так, давайте вы сюда, вы сюда. Ах, те, нет, одну армию лучше будут держать. А то мало ли, что у этой Австрии на уме. Кстати, Австрия действительно, что-то здесь все-таки с Турцией у них не идет дело. То есть, точнее, у Турции не идет дело с Австрией. И, конечно же, скоро мы обязаны просто помочь нашим братьям-туркам. Почему братьям, да? Потому что все-таки мы будем в одном альянсе сражаться против Австрии. Ну, не в одном альянсе, а я имею в виду против общего врага. И что ж, ребята. Вот они так самоуверенно идут в Пермь, но, видимо, Пермь им не достанется. И что ж, ребята. Я думаю, что с Московией уже хватит трясти здесь процентиков. Тем более 94%, ребята. Это и так уже очень много. Поэтому давайте мы что возьмем. Так, тамбов там католический, нет православный. Нам нужно, прежде всего, взять Пензу, Муром и Владимир. Давайте возьмем Пензу. Где наша Пенза. Муром. Владимир. И, в общем-то, все пока. Ну, и можно сказать, еще Нижний Новгород. Чтобы была такая симпатичная державка. И, в общем-то, как раз в 100% уложили. Все, отлично. Отлично, ребята. Все, Хорватия расстроили войны с Союз с нами. Ну, в общем-то, пускай. Пускай. Нужны они нам. О, кстати, смотрите, Москва. Москва теперь. Это Нижний Новгород. Блин, ребята, а где же столица Московия тогда? Ну-ка, 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 ну-ка. В Тамбове столица. Офигительно. Теперь, ребята, мы можем просто захватить и Москву, и Нижний Новгород, и Тамбов. То есть, и всех мы можем тут просто захватить. И, в общем-то, править этими землями в свое удовольствие. Итак, ребята, что же тут у нас с армией Востока? С армией Востока нам сейчас займется патриотами татарскими. И, в общем-то, ребята, нам еще нужно построить побольше всяких судей, ибо судей нам сейчас нужны. Самая востребованная профессия в Польской Республике – это, конечно же, судья. И, в общем-то, конечно, мы сейчас будем строить побольше различных резиденций. Да. Так, побольше различных резиденций, и, конечно же, все отлично. Отлично. Наша Польская Республика уже входит на новый этап развития. То есть, мы уже полностью проводим индустриализацию нашей страны. Ну, скоро будем проводить, строить новые мануфактуры. И, в общем-то, во Владимире у нас здесь патриоты русские, тем не менее, бастуют. Ну, в общем-то, с патриотами у нас разговор, как всегда, короткий. Армия Востока. Все. Куда же тебя расположить-то? Ну-ка, иди-ка ты в Самару. Угу. Так, армия Москвы пускай у нас остается. Украинская армия. Иди-ка ты почисти, пока восстание. Армия провинции Вильна, ты у нас идешь пока в армию. Ага, отлично. И, кстати, вы просто посмотрите, Австрия-то там действительно разваливается. Так что давайте, ребята, подведем сейчас одну армию и, в общем-то, начнем нападать. А у нас стабильность минус три. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, как невовремя-то. Еще целых три года ждать. Ну ладно, три года подождем и нападем на Австрию. Ибо сейчас Австрия-то действительно наша важная цель. Ибо вы просто посмотрите, валашские националисты-то что делают? Это, конечно же, вот наш удар мог бы, в принципе, ослабить эту Австрию настолько, что мы просто могли бы ее вывести из политики. То есть создать здесь множество балканских государств. И, в общем-то, Австрия бы ничего уже не представляла из себя. Ну, в общем-то, Москву это уже разбирает Новгород. То есть, как видите, прежние союзники, прежние союзники делят имущество и земли меж собой. Ну, это, конечно же, тоже сыграет нам на руку. Ну, конечно, не сейчас. Сейчас наша самая главная цель это Австрия. Блин, я теперь даже не знаю, куда расположить нашу армию востока, где бы она получше стояла. Ну, ладно, пускай стоит в Самаре. Охраняет наше зои-то. Наше золото-то. И, конечно, давайте посмотрим на Персию. В Персии, в принципе, дела как-то идут более-менее. Я думаю, что они вот все это отвоюют. Как видите, они и так все это отвоевывают. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они развалились. Ну, а шпионами я помогать пока не хочу. Ибо скоро мы все-таки будем сами-сами участвовать напрямую в развале этой Персии. И, конечно же, сможем показать, кто здесь хозяин-то на континенте евразийском. И что ж, Канда, давай мы и тебе выплатим денюшек. И Аккуинлю мы и тебе выплатим денюшек. В общем-то, все, молодцы. Мы все молодцы, мы все хорошо постарались. Ну, конечно, кроме Аккуинлю, ибо он здесь совсем не старается. Что ж он здесь делает там? Он вообще ничего не делает, ребята. Мы, Клинбук, и тебе мы тоже денюшек выплатим. Все, отлично. Отлично, ребят. Чего это тут у нас происходит? А у нас тут ничего не происходит. В Австрии Австрии потихонечку катятся по наклонной. И вот, знаете, вот, блин, Турция. Турция, ну как ты так просто опрометчиво напала без нас-то? Когда ты нас-то пригласишь в войну с Австрией, вместе с Турцией, мы бы, знаете, вместе с Турцией мы бы могли просто раскатать эту Австрию на раз-два. То есть Турция бы зашла с юга и, в общем-то, отвлекла несколько войск. А мы, тем временем, мы занялись европейской частью. И, как видите, Московия, понимая всю угрозу, исходящую от нашего государства, принесла в свою столицу Вятку. И, в общем-то, конечно, она помирилась с Новгородом. Почему? Конечно, да, потому что Новгород все-таки может стать единственным союзником в борьбе против нас. И это, конечно же, тоже, хоть как-то, но, я думаю, поможет Москве. Хотя им уже ничего не поможет, их все-таки гинула Австрия, как видите. И, в общем-то, если уж Австрия их кидает, то, я не знаю, кинет или останется с ними Новгород воевать против нас. Ну, это, конечно, тоже отдельный вопрос. И что же тут у нас, ребята? Что-то здесь у нас идет все тихо, как-то даже восстаний нету. Ага, восстаний нету, сказал я. Ну, и сразу же увидел это восстание. Ну, и ладно. В принципе, одно восстание, картину нам не испортит. Это армия провинции Вильна. Пускай ты идешь, пускай ты пойдешь в свою же провинцию, то есть в провинцию Вильна. И, в общем-то, давайте продолжать выплачивать деньги нашим бассальщикам. То есть они нам сейчас просто нужны. Ну, национальная провинция в Риге. То есть у нас уже ЕИГа была давно захвачена. И, в общем-то, действительно уже 1649 год. То есть время уже довольно быстро идет. Я думаю, что скоро, где-то весной этого года, ну, я имею в виду в реальной жизни, ребята, мы уже сможем даже закончить эту польскую кампанию. Что мне очень даже хочет. То есть побыстрее ее уже закончить. Это, как вы знаете, я ее начал снимать аж в конце 2014 года. А уже 2016, ребята. То есть это действительно уже очень долгое время я снимаю. И как-то, не знаю, хочу начать новую кампанию в Европе на запись. И, в общем-то, улучшить отношения с соседями. А что, давайте. Вношения с соседями нам тоже нужны. Давайте сейчас проведем несколько фестивалей. Постанавливаем настроение нам. Тут, конечно же, их уже просто некуда девать. Кардинал Альвинцы. Да сколько сообщений-то. Стоп. Чего это тут я тут хотел сделать? Я хотел бы денюжек побольше подавать. Давай-ка, Брауншвилу мы отдадим. И, в общем-то, вот этой вот нахальной державе, как Аккуинлю, мы тоже денюжек отдадим. Все, отлично. Отлично, ребята. В общем-то, все. Все, московское государство, как видите, разделено. Нам даже переводить провинции не пришлось. То есть, они все сами за нас делали. И это, конечно же, тоже для нас хорошо. Ну и, в общем-то, что же тут у нас, ребята, происходит? У нас тут Литва разваливается. Уже какие-то литовские партикулисты пошли. Богиня, боясь с Великобританией. Все-таки догрянет война между Великобританией и богинями. И, в общем-то, я уверен просто, что эта война была из-за такой провинции, как Корнелл. Но где, кстати, стоит текстильная мануфактура? То есть, кстати, да. А, нет, военная мануфактура. Ибо здесь медь, скорее всего, это военная мануфактура. И, конечно же, я думаю, для Великобритании эта провинция также будет иметь важное значение. Ну, а тем временем, что же тут у нас происходит? В Австрии. Ага. В общем-то, Турция сейчас просто проиграет эту войну. Где-то у них войска ходят на востоке. То есть, им, конечно же, сейчас не позавидуешь, этим австрийцам. Ну и, в общем-то... Ух ты, играет не всего. Давайте, а кунлю. Давайте с нами. С нами весело. Мы воюем со всеми направо и налево. И поэтому, конечно же, присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к нашему гордому альянсу, который еще не проиграл. Ну, ладно, проиграли мы один раз войну австрийцам. И, в общем-то, конечно же, я думаю, этого не повторится. Ну и, конечно, сейчас... Я так и не договорил про Турцию. Турция сейчас очень тяжело. И она не может перевести войска на Запад. А на Западе, как видите, их просто разбирают. Их просто, я не знаю... Свои же крестьяне, свой же народ восстал против них. И, конечно же, Турции сейчас довольно нелегко. Угу. Ну, ладно, ребята. Я что-то думаю так, что до 52-го года мы пока не доживем. В этом выпуске. Ибо я уже и так довольно долго снимаю. И, в общем-то, давайте сейчас мы поставим войска в Бранденбург. На их исконной позиции. И, конечно же, уже будем заканчивать этот выпуск. Карпаты, украинские националисты. Чего вы там бастуете? Все равно же вы знаете, что с вами произойдет. Вот запомнили бы уже, что нельзя так просто взять и бастануть в нашем-то польском государстве. Ибо все равно они получат пулю в лоб. Так, ужас, муромские националисты. Игорь Бибиков. Ну, в общем-то, и с тобой мы тоже поговорим. Как нужно, как настоящий польский воин. И, в общем-то, все. Все. Ребята, по какой мне произошел переворот. Офигительно просто. В нашем бассале произошел переворот. Мы еще спонсировали там кого-то. Они еще и проверяли эту революцию. То есть, ребята, давайте я сейчас гарантирую независимость новому правителю. Он же с нами союз не разорвал? Нет, не разорвал. Все. Тогда просто отличный Каган. Я его уважаю. И, в общем-то, ребята, на этом я с вами прощаюсь. Потому что все-таки записываю я уже выпуск довольно долго. И, как вы видите, наша польская республика еще расширилась на несколько провинций. Она и в следующих выпусках будет просто разбирать эту Москву, разбирать эту Австрию. И, конечно же, в скором времени, я уверен, мы даже сможем создать границы России. То есть, вот именно границы Российской империи. Я к этому, конечно же, и стремлюсь. Ну, у нас, кстати, остается уже где-то 170 лет до конца кампании. И, конечно же, все бы успеть. Все бы успеть, ребята. То есть, это все, конечно, вопрос времени. Ну, в общем-то, все. На этом я с вами прощаюсь, ребята. Не забывайте подписываться на канал. Конечно же, ставить лайки и ждать новых выпусков. Все. Всем пока.